Добрый вечер, дорогие друзья! Вот у нас сегодня осенний концерт, как я его называю, именно у нас, потому что я всегда говорю, что я не разделяю всех, кто здесь в зале, на себя, допустим, как выступающего, и на тех, кто слушает в зале. Мы все участвуем в концерте, потому что для меня очень много людей в этом зале, это близкие мне люди, дорогие мне люди, и все для меня, даже незнакомые, опять же, важные люди для меня. Поэтому мы все здесь, наверное, как-то было сказано в известной книге Киплинга, мы все одной крови. Ну, что участники, поехали! Можно по земле ходить, не споря, не полечитая километры, Ну, а кто-то любит плыть по морю, доверяя жизнь волнам и ветру. Мне земля нужна лишь для разбега, хоть и не мечтаю я о звездах, Ручку на себя из дыра с твоей неба, в небе опираюсь я на воздух. Каждый день по жизни, как на фронте, врачи, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Жизнь порой в штопор загоняет, виражи и прочие фигуры. И в приборе шарик мой гуляет, в тону лонжероны и нервюры. На петли мне ветер подпевает, в небеса с землей перевернуться. Возьмущенный поток будет полтай, главное мне в горизонт вернуться. Каждый день по жизни, как на фронте, врачи, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. Пусть там он повиснет на полгода, взлякать или дождь я не тоскую. И летаю даже в непогоду, я ведь авиатор, и я рискую. Я подал на свете все до краю, замкновения те, что на закатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. В небе плоскостями я сверкаю и летаю в трех координатах. Каждый день по жизни, как на фронте, врачи, я совсем не унываю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С шариком по центру, в горизонте, с песенкой по небу я летаю. С песенкой по небу я летаю. Спасибо. Сегодня я какой-то вот, наверное, некоторый акцент хочу сделать на одной теме. Ну, по крайней мере, в первом отделении. Я думаю, некоторые люди меня простят, если я объясню, почему это. Дело в том, что буквально, ну, примерно три недели назад был замечательный юбилей. Было 70 лет армейской авиации. Ну, уже раз аплодирую, значит, уже все нормально. Действительно, это самый воюющий род военно-воздушных сил, а все время говорю, все равно ВВС, а не ВКС. И при этом самый молодой, потому что, ну, истребительная авиация, бомбардировочная, они там идут вот с начала 20-го века, 1912-13, вот буквально в декабре будет 105 лет, дальняя авиация, и потом военно-транспортная. Вертолётчики уже после Отечественной войны появились, как такие регулярные подразделения, воинские части, в 1948 году. И при этом вот они оказались на острие вот уже где-то вот, вот даже не в то время, а с 79-го года, понятно, когда в Афганистане начались все эти события. В Москве проходили такие серьезные мероприятия. Они не только были в Москве, а вообще по всей России, и у нас в Беларуси, и не только, я думаю. Я выступал на торжественном вечере вот в честь этого события здесь, в Культурном центре вооруженных сил. Ну, знаете, я когда посмотрел на этих порядка 500 человек, которые там присутствовали, кстати, здесь некоторые есть, и я их очень рад видеть, и я думаю, про них расскажу какие-то слова. Действующих было где-то, наверное, под сотню. Это тоже очень замечательные ребята, я их всех знаю, они там, ну, крутые перцы, как говорят. Вот, но вот этих остальные, там, 400, допустим, мы их не считали. Это вот самое, наверное, большое впечатление того вечера, это мужики, которые, ну вот, я уже не говорю о том, что это все там в большинстве своими с орденами, там, боевыми, причем большим количеством. И даже дело не в орденах. Среди них были, и здесь есть тоже люди, у которых орденов нет. Но они натворили таких дел, потому что это просто честняги такие. Страна у нас, к сожалению, иногда не всегда, неправильно сказала страна, государство, потому что есть понятие государства, есть родина, не всегда оценивают людей, которые сделали для этого государства, ну, просто невероятные вещи, и самое главное, остались живые. Потому что те, кто ушли, они всегда получат свой орден, в лучшем случае, или в худшем. Я был очень рад их всех видеть, и для меня была громадная честь для них петь. И, наверное, сегодня вот все-таки какие-то песни прозвучат именно для вертолетчиков. Хотя это, опять же, для всех я всегда говорю, и неустанно это повторять, все, что я пишу, все, что бы ни звучало, это посвящено всем авиаторам, всем тем, кто летает, и гораздо вот этому громадному, большему количеству тех, кто на земле. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не даже любить бы живо столько лет на всех режимах в небе можжевел одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, мы друг друга не подводим. Спасибо вам, товарищ Миль. Выручал, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратило нас в утиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле. Экипажа водку пили за машину и замеля, мы на ней как бабка на метле. Мы на ней как змей Горыныч тоже можем землю выжечь, или как ковер на вердолет. Только чаще в этой сказке, как устала эта совраска, из последних в сил, но всех спасет. Терпеливо лемку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, вот ты та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе, а ты, вот ты та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Ей поклонятся солдаты, тем, кто бы жил в медсанбатах, нету для них теперь ее родней. Их гражданские пилоты за совместную работу тоже смучлят перед ней. Возят даже президентов, и на разных континентах в небе, словно рыбка в воде. Пусть не меди и не глянца, уважают иностранцы, знают то, что выучат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами, кружат, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, вот ты та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Следующая песня, третья песня. Она новая, можно сказать, это премьера, с ней не все просто. Дело в том, что я на «Чужие стихи» практически ничего не пишу. Но те, кто бывает на моих концертах, знают, что у меня, или не только на концертах, следит там за моим творчеством, если так можно сказать, что у меня есть две песни всего, написанные на стихи чужих, не чужих, а других авторов. Причем это два человека, которые уже в мире ином. Это очень великие люди, я считаю. Это Иосиф Александрович Бродский, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Это Геннадий Шпаликов, драматург, сценарист. Его песня «А я же ты души даю по Москве», ну, конечно, все знают. И больше я ничего не писал. И все это было более двадцати лет назад. Мне постоянно присылают какие-то стихи, ну, я не хочу сказать, какие-то, это как-то прозвучало неуважительно. Хорошие стихи. Всякие, с просьбой написать, с предложениями, положить это на музыку. Причем очень многие почему-то пишут, а вы потом скажите, что это ваши стихи. Ну, для меня это неприемлемо вообще. И вообще я к этому очень спокойно отношусь. Вот песня, которую я сейчас спою, совершенно неожиданно возникла. Автор, он меня не знает, и не знает, что я сейчас ее спою. Я думаю, мы найдем, наверное, с ним какую-то общую связь. Даст Бог, может быть, когда-то встретимся. Его зовут Александр Бутин. Он живет в Самаре. Я даже, я его не знаю. Ну, то есть, это такая отдельная история, я потом расскажу. Он то в Израиле живет, но вроде как самарский. Он засветился в свое время в новостях, когда написал один стих про самарские дороги в предложении к губернатору, не губернатору, по-моему, а к мэру Самары. Там мэр подал суд на него. Вот. Я думаю, что стих оказался совершенно для меня неожиданным. Но вот как с теми же предыдущими двумя песнями, о которых я говорил, это были те стихи, которые я читал и сразу видел музыку. Хотя музыка — это такой фон просто. Главные слова, конечно. Дождь четвертые сутки. Морчит старшина. Молоко попревратился в болото. Но дождю все равно. Водяная стена Загрустила в траншеях пехота. Эх, сынок, что война? Здесь не нужен талант. Гранят жизни. До смерти так злыбко. Нелегко тебе здесь. Покури музыканты. Где теперь твои ноты и скрипка? Музыканту пошел двадцать первый годок. Дым махорки, как тонкая змейка. Три недели на фронте. Конечно, не срок, но вместо скрипки в руках трех линейка. В октябре ветер стал и прозрачнее злей. И земля грязно-рыжего цвета. Представлял он порой маленьких лебедей. Белоснежных танцовщиц по лето. Белоснежных танцовщиц по лето. Несмотря на распутницу с лекоти дождь. Наслаждаясь невидимым танцем. Он не кашлял в кулак. Не испытывал дрожь. И в аккордах сжимал свои пальцы. Громыхнула, накрыла окопы землей. И огнем цвета алого мака. Поднимая стрелковую роту на бой. Старшина глухо крикнула в атаку. Старшина глухо крикнула в атаку. А благо полыхали и пули как крот. И голова под ложечкой тупа. И стрелял и бежал музыкант наугад. По размокшей земле и под рукам. Этой жизни постигнуть немыслима суть. И в сражении слепой их руками ответ. Музыканта с полком ударила в грудь. И он рухнул. Подкошенный смертил. Дождь все льется и льется. И мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку. Затем волосы вздохнул. Эх, ну как же, сынок. Музыканты. До четвертые сутки. И пехота шагала. Листвой шурша, что их дождь, Ни погода, ни горы. Или дело погибшего парня душа. Далеко к лебединым озерам. Далеко к лебединым озерам. Озерам. Аплодисменты. Александр Горлович, я вообще бы, ну, сегодня этого человека нет здесь, он должен был прийти, не получилось. Это я бы ему хотел еще, в том числе, спасибо сказать. Это Вячеслав Владимирович Верл, он полковник. Он мне прислал эти стихи. Приходит по ЦАПе такое сообщение, ну, стих. Причем мы с ним редко очень общаемся. Это такая приписка. По-моему, может получиться неплохая песня. Я вот читаю, и вот, как я уже говорил, я вот слышу эту музыку. Я ему пишу Слава, на эти стихи наверняка уже есть песни. А он мне пишет, нет, я знаю автора. И вот поэтому получилось то, что получилось, поэтому спасибо Славе тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я не хотел бы сказать, ну, так скажу, спасибо ему еще за одну вещь. АПЛОДИСМЕНТЫ В начале декабря 2016 года он мне звонит и говорит, ты знаешь, ну тебя нафиг, не надо лететь тебе с ансамблем Александровых, их и так много. Я говорю, нет, надо. Он, ну вот ты понимаешь, никто не хочет туда лететь на Новый год. Я говорю, ах, никто не хочет, тогда я полечу. Сильвер полетел 2 января. 25-го утром декабря мне начали звонить и интересоваться. Был ли я в том самолете, который летел туда. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ и многозвездный наш отель, апартаменты, экстра-класс, удобство снаружи. Попало не хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрмуард. Мы видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы. Мы трудимся в Самарской Дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь уедить нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению, нам в этом небе нет до этикета. Сюда они отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вкачиваем в цели, Словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый уходит боевой от напряжения кипиш. Кабина словно дом родной, вот только жаль и не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, в которой месяц не до сна и не уйдешь, да будет тень по распорядку. Здесь война, что день, что ночь, рабочий день здесь. Все на пределе, назначено цели. Мы в нужной час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут в цифры двести духи всего крест. Прицельный марки, тонкий крест стегми на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях буржуи были против, но случилось. Мы в деле по прямому назначению, нам в этом небе нет аэтикета. Сюда они отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гости по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто very good, летать по многу им нельзя, у них нормированный труд бедным несладким жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее, два раза нам не умирать, но не привыкнуть, хоть умей нам жить в половину и выстрела в спину. Минует нас по воле фарта, смерть и холодок, года спустя полетной карты выцепивший листок напомнит нам довольно ярко ближнее, но далекий столь а восток. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях, и учения буржуи были против, но сложилось. Мы мтели по прямому назначению, нам в этом небе нет до этикета. Сюда они отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению, по самому прямому назначению, по самому прямому назначению. У меня сегодня просто проблема некоторая с горлом. Она не сегодня, она случилась немножко раньше, я пытался себя привести в чувство, но уже не обессудьте, как получается. По предыдущей песне я летал пару месяцев назад туда, на юг, в очередной раз, поставил себе галочку, дал тринадцатый концерт, мое любимое число, уж извините, кому оно не нравится, тринадцать концертов я там в Сирии дал, и очень рад, и думаю, еще больше дам. А потом мы работали уже от той программы, где я работаю на НТВ, программа «Смотр», мы работали в Кореновке, 55-й отдельный вертолетный полк, прославленный. И знаете, вот с именем Рифата, ну те, кто знают, это, ну, Рифат Махмутович Хабикуллин, мы его всем называли Рифатом, это и там, и там вот с этим все связано, когда вот случилась эта вся вот, ну, эта трагедия и подвиг одновременно, он мне позвонил где-то за две недели, наверное, от того, как вот все это случилось, говорит, ну, я знаю, что ты все прилечишь, там все спою, к сожалению, когда я прилетел, его уже не было, и вот я сейчас прилетаю, там вот Химимиме, вот этот городок, который, ну, вот эти кимбы стоят, ну, кимбы эти, это блоки, модули, скажем так, и вот уже крайний год там повесили таблички улицы, улица, допустим, Лега Пешкова, ну, тех героев, которые там погибли, и в том числе улица Рафигати Хабибулина. А потом вот приезжаем в Кореновск, а там тоже вот монумент один, школа имени Хабибулина, и больше всего цепануло, знаете что, что командир, я его все равно так называю, он по-прежнему летает в своем родном полку, мы выходим на стоянку, с 3.8 МТШ, а на борту написано Рафигати Хабибулина. Вот, то есть, его вот этот любимый вертолет, который он всегда любил, хотя он летал много ночью, вот сегодня он там в небе Краснодарского края, и не только. Рафигати Хабибулина, да. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотных, и я их принял под завязку в окровавленных повязках. Сказка. Дальше. Сказка. Что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знаю, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, но предельно и взносим, я... Ми-8. Я вернулся. Кто обскомандовал, мне воля на нахватал, и я более довольна. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть и не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке матерился, было тяжко, мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что не разбились, возвратились. Знаю, судьба моя такая, тридцать лет в горах летаю, я устал, наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, жалко будет, если спишут, я весь старый на износе. Я... Ми-8. Я вернулся. А в соне наследили, пятна бурые застыли, шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся, капитан ко мне вернулся, затянулся. К борту мне ладонь прижал он, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, гладил мне рукой заплатки и заплакал. Вот судьба моя какая. Тридцать лет в горах летаю, я устал. Наверно, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит. Я... Ми-8. Я... Ми-8. Спасибо. Великий вертолет. Легендарный. Ну, наверное, многие знают, я все время... Я разные истории рассказываю, но вот как-то к этой песне привязана, если можно так сказать, моя любимая история. В свое время наш Ми-8, единственный из вертолетов вот такого класса, их было два, выполнили посадку на Южном полюсе. Доставили туда директора ФСБ в то время Патрушева полу. Это была очень интересная история. Они вылетали с Южной Америки. И я очень горжусь друг с Николаем Федоровичем Гавриловым. Там есть такой замечательный человек, генерал-лейтенант, более десяти лет командующий авиацией ФСБ, герой России. Он, в общем-то, руководил этим всем процессом и рассказывал, когда они пролетели, пролетел Дрейка на самом пределе, ну, кто хорошо учился в школе, помнит эти ревучие эти широты южные, мы сборные и так далее. И вот Николай Федорович рассказывал, когда прилетели они уже на станцию, и завтра вот лететь на Южный полюс, а все вот такие, в том числе и он сам, ну, на взводе, потому что действительно очень тяжело. И напряжение по топливу, и по ветру, и всякие эти все нюансы. Ну, он мне рассказывает, я, говорит, понимаю, что нужно спать, чтобы завтра утром нормально слететь. Но мы все вот такие, я понимаю, что никто не уснет. Я, говорит, своим генеральским решением достаю ящик водки и даю приказ каждому летчику, значит, выпить по бутылке, чтобы нормально спали. Естественно, все радостно выпили, никто не уснул. И вот командир второго борта, полковник, не буду называть его фамилию, он, значит, в кают-компании сидел, они все, естественно, гражданки летели, а с ними летели представители ведущих мировых средств массовой информации, как говорил Николай Федорович, мы все понимали, что это представители ведущих мировых разведок. Американская там ЦРУ, английская Ми-6, израильский МОСАД и так далее. И вот они подсаживаются к нашему полковнику и начинают там, а мы же знаем, что во ФСБшнике, где мы граждане? Да ладно, вот давай, шутку говорят, но мы понимаем, что в каждой шутке есть доля шутки. «Давай соглашайся, будешь работать на Ми-6, получать хорошие деньги тут». «Да не, не, ну давай, вот будешь работать на Ми-6». И наш говорит, «Я работаю на Ми-8». Чтобы вы не думали, что я обманываю, Николай Федорович Гаврилов, генерал-лейтенант, герой Российской Федерации. Он сегодня здесь. Устанец коллеги Афманова. Николай Федорович, спасибо большое, что пришли. Я очень рад Вас видеть. Ну, вспоминая один легендарный вертолет, конечно же, нельзя не вспомнить другой. Потому что вот эти две машины, они, не наверное, они стали одним из… силуэт этих машин, я бы сказал даже, наверное, стали одним из символов войны в Афганистане. Ми-8 и Ми-24. Сегодня о Ми-24, как говорит один мой друг замечательный, Александр Викторович Новоченко, говорит, это летающая винтовка. Ну, вертолетчики знают, о ком я говорю. Вот их уже мало в строю сегодня. В основном их меняют там Ми-35, понятно, Ми-28. Но еще есть, еще есть, но я не говорю про то, что у нас в Беларуси в прославленном 50-м полку, которым когда-то командовал Виталий Игоревич Павлов. Я в прошлом месяце летал с концертом на авиабазу «Арибуни», это Ереван. Там наши авиаторы стоят на Ми-29 и Ми-24. Очень меня впечатлило, что на борту одного Ми-24 написано «Эскадрилья имени Ильи Пророка». Причем это так, ну, по-серьезному. Там и на Ми-29 имена различных святых. Ну, вот эти вертолетчики, кстати, очень веселые ребята такие. Они мне сделали подарок. Я бы сказал, мне очень много дарят музыкальных инструментов. Ну, фортепиано не дарили, арфы тоже, как в том фильме. Арфы нет, возьмите, будем. Вот, но до сих пор самое, наверное, такое, ну, губные гармошки, там, еще что-то. Я помню, на 50-летие мне подарили дутар. Помните этот фильм? Да, да, да. Будут одни старики. Арфы нет, возьмите бубен, а вы... Дутар! Что дутар? Я, говорит, всегда с ним ездил. Ну, этот, из Узбекистана Ромео. Вот, мне подарили дутар. Но сейчас вот в Армении мне вертолетчики подарили дутук. Дутук. Очень замечательный такой инструмент. Он, кстати, мне очень нравится. По звуку. Борис Борисович Гребенщиков нередко его использует в записях своих песен. Я вот сейчас вот дома смотрю. Я уже в интернет влез, смотрю, там написано, надо ему штук получить, положить в воду, достать, посушить и так далее, дальше заниматься этим делом. Я понимаю, что это очень длительный процесс, но пока я думаю, что я попытаюсь его освоить. Да, ну, я отвлевся от темы, от этой эскадемии имени Эклиппи Пророка, и вообще от этой машины. Замечательная машина. Так же, как я сказал, летающий винтовка. Лазточки летают над землей, Низка, значит, снова непогода. А вот уже небо здесь полгода, Значит, полтора, и я живой. Натрия умножать за войной, Вот и с нами видно всё на глаз. Если мы летим предельно низко, Это значит, нам до цели близко, Крайний и последний этот раз. Бог решит, мы верим. Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, В той, что никогда не подводило. Кто-то называет крокодилом, Птичку, про которую пою, Ласточку беднистую мою. Подтверден на трассе расчёт, Не ошибся лётчик-оператор, Нынче он, как в фильме «Терминатор». Всё, что снизу, убирает в лёд. Наш привет он тем, и наш шлёт, Скажет кто не страшному. Траньё, нас пугает снизу булей. Дурой, отвечая всей номенклатурой, Птичка разметает вороньё, А мы втроём под небом у неё. Душу винтокрылую свою Вместе с нами ты не погубила, А позвал же кто-то крокодилом, Ту, что выручает нас в бою. Ласточка беднистая мою. За спиной молотит пулемёт, Бортовой наш парень не из робких, Обложился лентами в коробках, Пулемётный сам себе расчёт Бортовому общенаш сочёт. Надпись, что опасно у хвоста, Даже дуракам её смысл ясен, Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал, Чёрту живописные места. Да, все года, что вместе с ней в строю Красотой меня с ума схватило. Что за дурень кличет крокодилом? Ту, что вместе с нами на краю Ласточку беднистую мою. Та, па-ра-па-па-па, та, па-ра-па-па. Словно сто разгневанных богов, Всю на нас обрушили свирепость. В небе, словно маленькая крепость, Мы ведём огонь из всех стволов, Нам иначе не сносите холод. С нашей птичкой мы не отвернём, Не проходят с ней такие штучки. Бережно держу её за ручей, Словно в танце дружим мы вдвоём. Мы танцуем танго под огнём С той, которой песенку пою, С той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом Обзовёт любимую мою, Ту, что выручала нас в бою, Ту, что вместе с нами на краю Ласточку не стою мою. Спасибо. Знаете, я вот, наверное, Практически все песни, когда пою, Я вспоминаю или думаю о тех людях, Которые с этим связаны всё время. Причём это, ну, помимо моей воли, Потому что отвлекаться плохо. Начинаю спиваться, но при этом у меня всё равно Эти вот лица, они крутятся, крутятся, крутятся. Вот я уже сказал там про Александра Викторовича Новоченко. А почему-то чаще всего я вспоминаю Своего замечательного друга, генерала Константину Анатольевича Шипачёва. Просто он был первым лётчиком в своё время в Афганистане, Который, ну, я скажу так грубо, словил «Стингер». И при этом на Ми-24 умудрился посадить вертолёт так, Что потом его смогли на месте подчинить, И он улетел своим ходом. Я видел эти фотографии, разговаривал с Константином Анатольевичем. Конечно, сейчас он генерал, А тогда был старшим лейтенантом, молодым парнем, Скажем так, моложе моего сегодня сына. Вот. И ты его просто подумаешь иногда, Вот эти ребята просто, которым совсем немного лет, Которые, ну, как наши дети, наверное, Там, если не младше или не старше, Что они прошли? Он уграждён орденом Боевого Красного Знамени, Причём, наверное, даже не за то, Что он умудрился остаться в живых, Вернее, в том числе и за то, Не за то, что он посадил вертолёт. Они буквально через несколько дней туда приехали На место, где этот вертолёт стоял, С техниками. И начали его собирать там, ну, ремонтировать, Чтобы он улетел потом своим ходом. Но при этом Ситуация развивалась так, Что душмены Начали потихонечку подбираться к этому делу. И вот огонь приближался к машине, К этим людям, которые там Быстренько пытались её восстановить. И вот Командир этого борта, Лётчик, Начал корректировать артиллерийский огонь. Можете себе представить? Авиаторы вообще очень универсальные люди. И, в общем, артиллеристы тоже сработали правильно. То есть, в общем-то, Повалили этих душманов, Кого-то отогнали, вертолёт сделали, Он улетел. Константин Анатольевич Чапачёв. Аплодисменты. 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 Командир Зелина, Лётчик первого класса. И это... Я уже сразу говорил, Старший лейтенант, Лётчик первого класса. Аплодисмент. 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 Аблодисмент. Я ещё про Игоря Вадимовича скажу. Ну, я просто сейчас скажу, что, вот, Игорь Владимирович, вот, Этот генерал... Ну, шесть боевых орденов на всякий случай. Аплодисмент. Аплодисменты Вроде не гудели бы вчера Зацепил, разбил будильник Как ледырный подзатыльник Ну вот и Маша Доброе сутро Сдуру видно с позаранку Зря дневник я взял у Ваньки В школе оказалось он в пике И шум шумит Родная Маша Чтобы мальчишка весь попошел Товарищ налетчик без царя в башке Полчаса мне до работы Нам до вечера полета Командир навстречу не к добру Что-то там не поуставлю И за это он мне вставит Что ж такое нынче патруб Мне в санчасти пульс проверят И давление измерят Доктор скажет Летчик не грусти Указание постановка Цели курсы обстановка Ты меня бетонка Отпусти Ты меня бетонка Отпусти В небе так немноголюдно Здесь спокойно и уютно И никто не пилит И никто не пилит Не орет Я бы здесь пожить остался В же селетном прописался Но уже четвертый разворот Обороты чуть убавлю Кран-шасси на выпуск ставлю Где тук-тук Не слышу под собой Лампы красным семафором Но мне кричат с панели Хором парень И чуть-чуть совсем не твой Па-па-па-пам Блин, сегодня явно день не мой Мне с земли дадут пистону Вниз доклад в ответ совет Делай то, не делай это Шеф топовет ласково Держи Танцевать я в небе Римус Перегрузки В плюсы в минус Знагопеременно Все как жизнь И совсем не переживай Самолет я хвосты в гриву Воздух с возмущением свистит Ты держи стальная птица Нам с тобой нельзя убиться Маша Мне такого не простит Вниз Мне с земли дадут пистону Хватит, мол, давай-ка в зону Не дури Параборт покидать Вот дается, ты слышал, милый Помогай мне, что есть силы Хочется с тобой еще летать Ты сейчас мне всегда дороже Я тебе, наверное, тоже И друг друга надо нам сказать Не спасти Ванька ждет меня и Маша А тебя ждет техник Паша Нам никак нельзя их подвезти Нам никак нельзя их подвезти Прочь, фонарь, мы на глиссаде Мы с тобой на брюхо сядем На борту я сам себе остав Взамен Сначала ты как трактор Пронесешься Боро на грунте пропахав Снег кругом, а мне эта жарка Здравствуйте、 пусть скорая пожарка Доктор снова Кружка, спирт, глоток Черт, и командир тут за ними Мастолкает их Обнимет Что-то намекнет Прор��ок Папапапам Пам-пам-пам-пам, пошутил небось про родинок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дуя на легке. Ванька мне доложит, бойко, что исправил кол на тройку. В горизонт выходит из пике, и меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам твоим по румочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался, мы вернулись, я и самолет. Как я сильно ни старался, день сегодня все ждался, мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я и самолет. Спасибо. Светила ярко солнышко в зените, Убитый грач, обломками молча, Вещалка морочая на спасителя, Жив ли леча, он не сообщал. Была надежда призрачная и шарка, До смерти здесь, как в песне, три шага. И наша винтокрылая лошадка В это время мальчик на ферраре Носился по Москве и по пути, За час устроив несколько аварий, Пытался от каишника уйти. А мы пытались лечка найти, Нам вроде как весело, но так не шибко. Мы видим парашют, заметен бой, Нам дробью порпаны по обшивке, Но главное, что парень наш живой, Мы не поем безумство храбрых песенок, Играть привыкли марш, а не романс. Плечом к плечу с любимой птичкой вместе, Пока мы с ней, то есть хотя бы шанс. А в это время по Москве в Укаре Направо и налево всем хамя, По тротуару в золотом ферраре Мальчишка несся, голову сломя. Мы тоже тут несемся, но дымя, Трассеры все небо украшают, Там снизу бородатых прям аншлаг. Что делать с нами, боженька решает, Мы живы, хоть машина, как дуршлаг. Нам летчик снизу машет, Все, уходите, держись, браток, Еще не кончен бал. Нам ярко светит солнышко в зените, Ты, пан, бородок, который не пропал. А в это время из феррари мальчик По телефону папу набирал, Коричнику показывал вверх пальчик, И звезды снять с бакуанов обещал. А нас без обещаний Бог спасал, Со скоростью феррари уходили. Где-то у нуля высотомер Мы нашего парнишка уносили, А он ревел на взрыв, хоть офицер. Мы слезы тоже тщательно скрывали, А говорят, летают смельчаки. Мы пальцы ему долго разжимали, Он не сжимал гранату. Без чеки. Спасибо. Это все армейская авиация. Вот, кстати, Игорь Вадимович Сулим знает этого человека. Как потом оказалось, Ну, я написал эту песню совершенно несколько По другим поводам. Оказалось, вот тот летчик, Который с этой гранатой был, Он на том же самолете летал, Что Игорь Вадимович, В 17М3, Это герой России, Сульвей Александрович Соколов. Немножко по-другому был, Ну, всегда в песнях по-разному, Хотя это все, Все всякое бывает. И действительно, Когда вот этого летчика подняли, Он уже был без сознания, И борттехник Ми-8 Увидел, что он что-то вжимает руки, Разжал, а там граната, Она выпала, Он ее успел выбросить. Я всегда говорю, Жень гораздо круче, Чем любой роман или какой-нибудь фильм. Я бы просто хотел, Те, кто в армейской авиации служили, Ну, пристаньте, Давайте мы его поаплодируем. Ребята, ну, позвольте мне вас так называть. Александр Николаевич, Вы там не сидите, Авиация «Буквашка» Это все равно, Это вот Выслуженный военный речек, Александр Николаевич, Али Шагин, Просто, Не, ну я-то просто вот, Я о многих говорил, И буду говорить, И так далее, Просто Александр Николаевич, Для меня, Вот, Впечатление не о том, Что у него на Кавказе Боевых вылетов Чур знает сколько, А о том, Что в совершенно мирное время На вертолете Ми-14 Он выполнял Ночные посадки На воду. Есть такой вертолет, Ну, к сожалению, Сегодня их нет, да, У нас на вооружении? Северный? Нет, 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 да. Поляки летают, Украина летает, по-моему. У нас нет, Ну вот, Вот этот человек, Представляете себе, На вертолете Может быть, Сейс-Мамори. Ветро с утра Вовсю в полях гуляют, Устроили какой-то шумный пик, И тучи землю Клочьями цепляют, Который замерз, Молчит эфир. И кажется, что Наверное, уж лучше С днём в июле, Чем этот ливень, Молния и гром. В сумме лодки Нас снова обманули, Продрули самых плит Аэродром. А зябли на стоянках Самолеты Нас терпеливо ждут, У нее тема Погода прекратила Всем полёт, И мы к земле Привязанное ждём. Ждём. И жёны радость Тщательно скрывают, Дождя увидев, Слёзы на стекле Пускай гремит, И молнии сверкают, Спокойнее, Пока мы на землю. И кажется, что Небо цвета хаки Его расчертит Молния и зло. Грустят Аэродромные собаки, Укрывшись от ненасти, Под крылом. А зябли на стоянках Самолёты На стенке Его ждут, Мы не идём. Погода прекратила Все полёты, И мы к земле Привязаны Когда ждём. Ждём. И небо, как компьютер, Вдруг зависло. Мы на высотке Будто под шатром Ударить шар Бильярдный Словно выстрел. И где-то канонады Фронта Гром напомнит нам А там, как мы летали В свинцовых небесах В дождях войны Погода нас Тревожила Едва ли Летали Только ждали Тишины А зябли на стоянках Самолёты Нас терпево ждут Мы не идём. Погода прекратила Все полёты И мы к земле Привязаны Дождём Ждём. А зябли на стоянках Самолёты Нас терпево ждут Мы не идём Погода прекратила Все полёты И мы к земле Привязаны Нас терпево ждём 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 С моим замечательным Другом Героем России Николаем Фёдоровичем Гавриловым Я вот Рассказывал о них В этих событиях К сожалению Я могу сказать О генерале Только то Что он На Ми-8 Летал неоднократно На Северный полюс И вот О чём я говорил На Южный полюс Все остальные Всякие события Из его Служебной деятельности В авиации ФСБ К сожалению Её не рассказать Мы иногда беседуем Я говорю Николай Фёдорович Блин Вот бы снять кино Вот бы написать книгу Я думаю Даже наши внуки И правнуки Не узнают То, что делал он И его подчинённые Я к чему Начал Эту историю Завтра Просто у них 25-летие Выпуска Из школы Лётчика-воспытателя Вот так бывает Что человек Который командует Целым родом Авиация Ещё и Лётчика-воспытатель Николай Фёдорович Вы уж извините Что я так подробно В них Завтра 25 лет Выпуска Из Швей Имени Громова Я знаю Что я эту песню Завтра буду петь Я немножко запутался С чего начинается песня Продолжение следует... В небесную обитель мы приводим их как в сад детей Знают Для них мы как родители куда уж ближе родни Мы словно воспитатели Они попуты школьный класс Они же как испытатели Испытывают нас И в небесах распахнутых перемещаясь вверх В солнце и в тучах В романтике мало Зато и не скучно И пусть золотые нам горы предложат Полцарство за небом мы точно откажем Летая на всём Что летает И даже На том Что летать Пойти не может Болтают Болтают обыватели Что мы живём Как в масле сыр Считают Сколько тратим И считают Что много Весь мир Молча В полно романтике Благовольных Туда Чина И деньги Словно Фантики Швыряем Мы по сторонам Не объясните Вы таким Что не Размерить Кошлёк Когда останется Родным На память Шлем И орденок И в новостях Лишь в парах Ростаки Холодных И скупы Они испытывают Нас А мы Испытываем Их Мы в небе Летать И работать Их Хочем Но в ответ Они тоже Нас Многому Учат И хоть Красота Исти В солнце И в тучах Романтики Мало Зато И не скучно И пусть Золотые Нам горы Предложат Царство За небом Точно Откажем Летая На всём Что летает И даже На том Что летать Пойти Не может По краю наставлений Ходим Вот ещё Чтоб тот Краг Найти Чтоб не было Сомнений Во след Ты мог Сказать Летить Любимому Ребенку Что за годы Научил Ты жить И в лебедю Терка Коб Смог Как в сказке Превратить А после Дети Новые Которые Сильнее И умней Старктивые Рисковые И нету Вновь Для нас Родней И снова Непослушных Вас Перед уроками И прийти Они Испытывают Нас А мы Испытываем Их Мы в небе Летать И работать И хочем В ответ Они тоже Нас Многого Учат И хоть Красота В солнце И в тучах Романтики Мало Зато И не скучно И пусть Золотые Нам Горы Предложат Полцарство За небом Мы точно Откажем Летаем На всём Что летает И даже На том Что летать Пойти Не может В небе Летать И работать И хочет В ответ Они тоже Нас Многому Учат И хоть Красота Исти В солнце И в тучах Романтики Мало Зато И не скучно И пусть Золотые Нам Горы Предложат Полцарства За небом Мы точно Откажем Летаем На всём Что летает Даже На том Что летать Пойти Не может Николай Фёдорович Вы уж меня извините Опять всё Приходит К вам Следующая песня Просто Я всегда говорю Вот дай бы бог Чтобы наша авиация Работала только По мирным Задачам Следующая песня Она Про вертолёт Который Очень много Боевых задач Выполняет И выполнял Он навсегда Остался В картинках Фотографиях Когда Случилась Авария На Чернобыльской АЭС Именно эти вертолёты Наверное Выполнили Одну из главных Главных задач Сглушили Реактор Четвёртого Энергоблока А я к чему Просто опять же Про своего друга И Бирюля России Николая Федоровича Гаврилова Потому что Он на этом вертолёте В Петропавловске Камчатском На Кафедральный собор Водружал Купол И вот всё время Говорит Вот бы Вот бы только Такие задачи Выполняли Ну вот про это Вертолёте Помню тот солдатик На погрузке Обозвал коровой Фот пижон Всё шутил Внутри Молкак В кутоцке Что я даже Не вооружён Но не до него Когда Нон-стопом Кружит Бит Где меня Уж только Не носило Блистер Помутнел И бог Болит Но когда Пиздела Я кугою Грустно Свесив Восемь Лопастей Весь Тапун Скучает И тоскует Двадцать Двадцать тысяч Лёдных лошадей Рвутся в небо На земле Тоскуя Двадцать тысяч Лёдных лошадей Странное менял Пахал как трактор И в режимах Чрезвычайных Жил Засыпал Взбесившийся Реактор И пожаре Сотнями Тошил Штатовский Ченух В горах Однажды Ввысь Подняли Восемь Лопастей Если что Поднимут Боинг Даже Двадцать тысяч Лёдных лошадей Если надо И не то Покажу Двадцать тысяч Лёдных лошадей В небес В стеке важен Дни И ночи На работе Никогда Грустить В левой чашке Пилотяга Лётчик Мы с ним Вместе Нас Не разделить И окружность В небесах Сияет Что рисуют Восемь Лопастей Как у пряжки Мой пилот Сжимает Двадцать тысяч Лёдных лошадей Нежно Держит Ручки Погоняет Двадцать тысяч Лёдных лошадей А того бойца Я встретил снова Я его запомнил Как летел То, что про меня Сказал Коровка Вот пацан Поевать хотел Буля дура Догнала Скосила Слава Богу Жив Меня узнал А когда Ко мне На борт Вносили Божью Коровкой Обозвал Прошептал Спасибо На носилках И Коровкой Божьей Назвал Божья Коровка Полетит Небо Там Твои Детки Кошек Конфетки Спасибо Ну Мне что-то подумалось Действительно Вот и армейская Да вообще Авиация Те, кто Ну Что-то перевозят Транспортные Транспортные Боевые Вертолёт Транспортные Самолёты Это, наверное В первую очередь Не просто перевозка Грузов Шанс для тех Кто Должен жить Ну Я много Этого видел Гораздо меньше Чем Те люди Которые сидят У нас здесь В зале Но тем не менее Что-то мне вспоминается Достаточно Совсем недавно Просто Ну вот мы живём И не совсем знаем О том Что происходит Даже у нас В стране Какие-то Совершаются Ну даже Пусть не подвиги Идёт Работа Боевая работа Там на Кавказе В каких-то местах Мы работали С телевизионной группой В Мостоке Опять же Вот Александр Николаевич Решагин Помнит Мы вместе Мандарины Ели Да Мандарины Ели А потом Мы с оператором Улетели В Грозный Чечню И должны были Улетать На А-72 Потом Изменили Задание Этому Этому порту Мы полетели В Минеральные воды Забрали там Трёх-трёхсотых Как говорится И вот Эта картина Когда доктора Суетятся В хорошем смысле слова Над этими ребятами Во время полета Они лежат там Под капельницами Там Кто-то Вообще С аппаратом Искусственной вентиляции Лёгких И они Говорят Вот этого Мы можем не довести В итоге Мы его довезли Мы Потому что Мы все там Вместе сидели Вот Песня была Написана Не После этого А раньше Почему-то Вот она была Написана Именно После полета На Ан-72 Когда-то Когда этот рейс Был санитарным Маршруты Пишем В небе Над землей Посадки Словно Знаки Прихинаний Устали От внеплановых Сатаний Здоровая Сонна Незбыточной Мечтой Кто-б нам Скомандовал Отбой Домой Не успеваю Позвоню Скажу Жене Что снова Улетаем На Азию И когда Назад Не знаем А сам на юг С ребятами Махну У нас сегодня Чартер На войну Солдатики Поднимутся На борт Из земли Отправятся В весну Нас Не курортный Ждет Аэропорт У нас сегодня Чартер На войну Крутой Глиссадой Словно Камнем Вниз Коллеги За бугром Так не умеют Мальчишки Все притихнут Во билет Нормально Лишь бы Кто-то Не раскис У нас Заход Всегда Здесь Как написан Их уведут А привезут Других В обратный Путь Мы снова Санитарим Мы с доктором Кому-то Шанс Подарим Дай Бог Чтоб этот Путь Не стал Для них Дорогою На береги Блоких Солдатиков На борт К нам Занесут Для них Теперь Так много На кону Кому-то Не судьба И не спасут Бой Брока Чартов Чартер На войну Луна Все спасает И хранит А дома Ждет она Моя любовь Что тем не скажет Где вас боли носит И что за пятна На комбезе Спросит Пусть Бог простит Но я соберу ей вновь Скажу, что это кофе А не кровь Спасибо Следующая песня Она тоже новая Тут Она вертолюдная Наверное Несколько такая Как сказать Не для всех понятная Те кто не связан С армейской Даже не с армейской А вообще С вертолётной темой Тут Надо знать Много нюансов Историю конструирования Вертолёта Историю его производства Которая Была разворнута Даже не в Советском Союзе Несмотря на то Что вертолёт был советский Кстати Нужно разбираться В вертолётном спорте Видите Как я уже тут у вас из задачи Но По минимуму Это уже Это я Максимум Ясняю По минимуму Я думаю Что большинство Здесь это всё Знает Этот минимум Нужно было бы Хотя бы посмотреть Один из Самых замечательных Фильмов Георгия Данелия Мимил Такие пилоты На дороге не вали Робинзоны Робинзоны нынче в моде Лопастями хороводят И жужжат, что в миру Самых ног Ну а я такой курнос И сверху горб Внизу колёса Прям конёк из сказки Горбунок Я родился Где-то в Польше Но в душе Советским Больше На работе Долгие Года И для тех Кто не порвался В облака На мне собрался В школьной партой Стал я Навсегда И пускай я безоружен Всё равно Я в небе нужен Даже если воевать Не осуждено Работягой безотказным Я летал И над Кавказом Ну а лётчик был Товарищ Мимино Комарчубок Я назвал Мимино Даже если ветер Туча Всё равно Мне будет скучно В таволочку Были Дети Сточки Ну а песня Новая просто Поэтому я могу сбиваться В таволочку Были Дети Сточки По прямой Маршрута Мало Я люблю Фристайлы С лалом С лалом Это точно Брэми 2 Я ещё С ведром летаю В нём Воды Болно Докра Но не обольют Тех Кто Внизу Это Славная Примета Повезёт Вам Значит Где-то Может Я куда-то Подвезу И Пускай Я безоружен Всё равно Я в небе Нужен Я стараюсь Хоть мне Часто Нелегко От работы Не косили Даже По небу Носили Мы Корову На подвеске Сволико Гамарчу Погину От Сволик Волико Небо Бросить Не сумею Всё Летаю Хоть Старею Тысяча За мной Лётных Смен Под винтом Сердечко Бьётся Тарахтит Но не Сдаётся Не пристало Ныть Ведь я Аж Спортсмен Ну а Те Кто Помоложе Те Конечно Дороже Все Плестят Как Медный Котелок Ну а Я такой Курносый Сверху Город Внизу Копёса Как Коню Крисказ Горбунок Мне Пеняли Безоружен Что Такой Я Нафиг Нужен И На цепь Меня Сажали Как В кино Но Руками И Винтами Цепь Рвали И Взлетали Мы Сбегали В небо С другом Мимино Гамарчук Как я назвал Мимино Читак Вреда Читак Маргарита Аплодисменты 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 Здесь Думаем На Maharочку Сообразили О чем Речь Остальные Примерно По крайней мере Те Кто смотрели Этот фильм Тоже Ну Эта Песня Была Происключительно Мирную машина. Следующая песня про машину исключительно боевую. Есть люди здесь, в зале, которые летали на этом аппарате. Опять же, Игорь Вадимович Солин, у которого шесть боевых орденов. Вадим Семенович Чуденовский. Есть? Я не вижу. А, вон, я вижу, да. Заслуженные военные лёгки России. Спасибо, что пришли. Пустоха в пустом восполнен. Обратились точек векса. Под завеску я заправлен. И подрешены все средства и лертит сирена. Воет. А вот телекопониры. Пахнет в воздухе войною. А, значит, миру не для мира. Миру явно не для мира. Нынче, видимо, до ночи. День тяжелый мне маячит. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль, как большие лица. Не нашли для мира повод. Не смогли договориться. Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое штабо мне. Время, чем на всех часах. Только стрелкам не решить. Скоренько нам летать и жить. Наши судьбы на весах. Где-то в небесах. На троим адреналина. Добавляя неизвестность. И шалея керосина. Я облизываю местность. Где-то рядом неприятеля. Мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель. Мы всех выключаем, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Напоследок днем и громом Выгрызается поверхность. Контингент. И там не промах. Повышает нашу смертность. И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро. Я как будто сильно напален. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно в проем. Через небо на холом. Как на рваных парусах. Но это вверх, то снова вниз. Доханув всего лишь жизнь Наши судьбы на лесах. Где-то в небесах. Живой группа не убитой. Хоть по мне клубили точно. И о летом тетя Рита. Чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на меня. Велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине. Держат ручки. А не одержки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилю. Даже если инвалидность. Я не складываю крылья. А меня стреловидность. Возвращаемся из боя. Пусть мы еле волочемся. Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся. Обязательно вернёмся. Мы вернёмся. На войне, как на войне. Даже если ты в огне. Надо влечь в чудеса. Чтоб не была. Держись. И тогда не смерть, а жизнь. Перемесит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. В небесах. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, Брани. Амбрат.